Политраша.ком Но мы и не о контекстной рекламе. Понятно, что мимо такой возможности, отслеживание индивидуума, не могли пройти и спецслужбы. Сегодня известно несколько громких скандалов, связанных со слежкой в сети. Технологии манипулирования сознанием. Манипуляции людьми в интернет – не пассивные технологии. Интернет и относительно новое изобретение социальной сети дают возможности не только наблюдать, но и активно воздействовать на человека. Например, корректировать его позицию по различным вопросам, изменять взгляды и формировать убеждения. С помощью социальных сетей можно поменять сознание человека местами белое и черное. В результате социальные сети стали двуликими янусом – эры цифры. Соцсети способны исполнять сразу несколько функций, которые обывателю не кажутся особо важными. А зря. Наряду с распространением адресной рекламы в соцсетях идет отслеживание предпочтения индивидуума и формирование его мнения. При этом социальные сети позиционируют себя, и самое главное, так воспринимаются людьми, как источник наиболее свободной информации, как пространство, где пользователь пользуется реальной свободой и выражением мнений. Это не телевизор, где вся твоя свобода – это выбор кнопки на пульте. Но результаты этой фикции свободы говорят о том, что соцсети – куда более эффективное средство манипуляции людьми, чем ненавистный зомбоящик. Например, «Арабская весна». Сперва люди сами решали, что им читать и с кем дружить, а потом, как бараны, в назначенный час все вместе вышли на площадь. Наивно думать, что это результат сугубо свободного выбора. Все те же технологии работали и на Украине. Впрочем, сама структура связи пользователей в Твиттере и Фейсбуке вводит ограничения на свободу получения ими информации. Люди, связанные цепочками друзей, видят то, что отметили или написали их друзья. Выход за пределы этого круга, безусловно, возможен. Например, оформить подписки на разные СМИ, задруживать все большее количество людей. Только тогда посещение соцсетей станет больше похоже на работу в режиме 24 часа без перерыва на сон и еду. Все ли способны уделять столько времени формированию собственного мнения по любым актуальным темам? Внутри круга интернет-друзей информация быстро начинает зацикливаться, и в результате вы получаете все более однообразную картинку мнений. Кстати, например, тот же Фейсбук практикует методику подкидывания информации. Если вы отметили какую-то ссылку, то под ней появится окошко. Похожие материалы. Казалось бы, вот он шанс получить разностороннюю информацию и составить собственное мнение. Но в реальности все оказывается почему-то совсем иначе, и вы будете продолжать получать все ту же навязанную информацию. Свобода или депрессия? Вам не оставят выбора. В прошлом году руководство сети Фейсбук было вынуждено признаться в участии в скандальном эксперименте. По заданию неких заказчиков, сеть направляла в ленты событий своих пользователей и определенные материалы, разделенные на условно негативные и позитивные. А по постам и статусам пользователя велось наблюдение за его состоянием. Результат исследования оказался вполне предсказуемым. Люди поддавались этому воздействию и могли впасть в депрессию. Можно отмахнуться, мол, то были слабые людишки, меня таким не проймешь. Но лучше бы задуматься о том, что у социальной сети есть технические возможности вмешаться в ваш свободный выбор. А значит, Фейсбук может сформировать определенное мнение, потом настроение после убеждения, а потом и подтолкнуть к действию. Свобода в социальной сети весьма условна. Кроме того, вы не можете быть уверены даже в том, что сами выбрали круг источников информации. Вам могут подсадить друзей, подкорректировать ленту, предложить к прочтению то, что вы не просили. Это инструмент манипуляции сознанием, который легко переходит в систему управления действиями или мотивами. Призрак свободы в информационном пространстве очень силен. Не стоит забывать, что социальные сети – порождение европейской и американской культур, где человеку внушается иллюзия полной свободы мнения. И специалисты в области манипулирования сознанием, набившие руку на рекламе, охотно передают свои достижения спецслужбам для более масштабных операций. Вы слышали что-нибудь о таргетированной рекламе? А ведь для того, чтобы получить наибольшую выгоду от рекламной кампании, при таргетировании учитывается буквально все – ваши запросы в поисковике, посты, лайки, даже личные сообщения. В результате рыболовы окружат паутинкой предложений удочек, спиннингов, сетей и прочим мотылем. Вам направляют рекламу, которая соответствует вашим интересам. Но почему только рекламу? Вам могут направить информацию, сформировать поток, который создает у вас устойчивое состояние недовольства действительностью, а потом предлагают выход, например, выйти на борьбу с режимом, который создал для вас такие невыносимые условия. Средства информационного воздействия в сети. Активность спецслужб в сети давно стала нормой. США не скрывают, что финансирует украинский проект «Диванной армии», которая должна заваливать социальные сети потоком сообщений, направленных на российского пользователя. Численность войска составит не менее 30 тысяч единиц. Некоторые из них будут автоматами, ботами, работающими под видом людей или СМИ. В ЕС на контроль за социальными сетями выделяют 30 миллиардов евро. Каким будет контроль, это известно только организаторам, да людям, которые не смогли промолчать, как Эдвард Сноуден, работавший на американские спецслужбы, но раскрывший несколько методик слежки и связанные с ними документы. В ужесточившейся из-за открытости интернета конкуренции, технологии и манипуляции осваивают и средства массовой информации. Пока мы говорим об увеличении притока посетителей. Заголовок «сегда бросок» немного желтушен. Прямые утверждения, например, в России навсегда запретят интернет. А дальше снова на арену выходят социальные сети. Информация о тотальном запрете интернета начинает расходиться по соцсетям. Часть волокут боты, часть неудосужившиеся прочитать текст новости реальные пользователи. Пошли лайки и репосты, а на деле в заметке лишь мнение какого-нибудь не слишком умного чиновника, касающиеся ограничения порнографии. Все рассчитано на то, что большинство не читает. В условиях, когда современные технологии могут проникать в человеческое сознание и манипулировать людьми, становится особенно важно научиться не быть стадом. Любую информацию следует фильтровать, не доверять случайным ссылкам, проверять даты статей, выпуска фотографий, смотреть на аккаунты тех, кто просится в друзья. Боевой аккаунт диванного бойца, как правило, выглядит мертвым, либо вся информация там направлена на формирование мнения только по одному вопросу и в единственно возможном направлении. Но главное помнить, свобода в социальных сетях – это иллюзия. Если не позаботиться о своей информационной безопасности, легко стать зомби, которому предлагают видимость свободы, а вместо нее подсовывают тщательно подготовленную и мотивирующую на что-либо информацию. Печальный опыт многочисленных революций последних лет добудет нам живым примером.